Минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит, я говорю, боже мой, всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях молодые музыканты, на мой взгляд, подающие очень большие надежды. Это была на их концерте совсем недавно в Большой Гильдии. Данил Булаев, скрипач, и Егор Андреев, скрипач и пианист. Правильно? Андрей Егоров. Андрей Егоров. Как, естественно, всё перепутало. Андрей Егоров. Прошу прощения. Здравствуйте. Добрый день. Да, очень рада, что вы смогли найти время и прийти пообщаться с нами в эфире нашей культурной среды. Это был фактически дебют, да? То есть вы организовали оркестр, решили устроить концерт? Да, это была первая такая, с моей стороны, если можно сказать, авантюра. К счастью, спасибо большое Аркадию Саковичу Сухаренко, который является директором Ретома Банка, который дал нам возможность организовать этот концерт в большой гильдии, и вот как-то к своему совершеннолетию собрал свой оркестр, и, по моему мнению, у нас получилось очень даже неплохо для первого раза. Ну, по-моему, получилось для первого раза, то получилось гениально, особенно учитывая возраст всех участников этого мероприятия. Для меня, так как я не совсем рижанка, для меня было удивлением узнать ваш возраст обоих, потому что я, конечно, думала, что вы, я знаю, что Андрей учится уже в Академии, думала, что и вы тоже уже учитесь в Академии, но вы еще только в Тарзине. Да. Такие вот юные, подающие надежды музыканты, и при этом это было настолько искренне и по-настоящему, я получила тогда огромное удовольствие от этого концерта. И расскажите, как вы выбирали именно эту программу, то есть и порадовать неискушенную публику, и в то же время сыграть какие-то серьезные произведения? Программа выбиралась, мы с Андреем вместе думали над программой, что, какие произведения могли бы стоять вместе так, чтобы это и публике было интересно, потому что и, наконец-то, ковидная эпидемия на какое-то время закончилась у нас, да, и люди начали посещать концерты уже в свободном режиме, и мы хотели, мы хотели составить такую программу, чтобы она была очень разносторонней, да, и в то же самое время, чтобы программа не была из очень популярных произведений, которые и так повсюду, повсюду у нас в Латвии играются. И вот так мы и пришли к Чайковскому струнному сексетту «Сувенир из Флоренции», который очень много лет у нас не звучал, и к Мендельсону, к двойному концерту для скрипки фортепиано и струнного оркестра, который тоже очень много лет у нас не звучал, и в последний раз, по-моему, его играл Гидон Маркусович Кремер со своей «Кремератой Балтика». Ну, а «Времена года пьецолы» – это всем известное произведение, публика это очень любит, и вот у нас как раз получилось составить то, что публика очень любит, то, что давно не звучало, и также очень обширная программа из романтизма, раннего романтизма, уже пьецолы, которые являются 20-м веком. Играете вы что-то для двух скрипок? Вдвоем играете? Или играете как раз фортепиано и скрипка? Андрей? Нет, ну, Данико, мы много играем, мы знакомы уже давно, еще по Дарсене учились у одной учительницы, и, конечно, мы делали разные номера для двух скрипок, когда еще в Дарсене учились, для разных праздников, и шуточные, и серьезные, но также каждый из нас мог сесть за фортепиано и закомпонировать друг друга. Недавно у вас был концерт, где вы как раз именно как пианист выступали? Да, да, вот как раз 6 мая был концерт в Академии у меня, первый такой сольный по фортепиано, и мы играли трио Рахманинова как раз-таки, Даниилом, и цикл миниатюр пьецолы, который мы уже играли в ноябре на концерте на ВЭФе как раз-таки, вот где и звучали тоже времена года, так что мы, понятное дело, вот музицируем уже много лет, и поэтому чувствуем друг друга, наша многолетняя дружба. Это прекрасно. Я как раз когда спешила на передачу, ехала вместе с Илоном Ехимович, и она рассказывала, что как раз вас буквально раздирали на части скрипачи и пианисты, что очень трудно было педагогам определить все-таки, какой инструмент. Вам удалось сейчас определиться инструментом? Какой для вас важнее, или все-таки? Нет, ну понятное дело, просто когда я еще учился в музыкальной школе Мэддене, я начинал как скрипач, но поскольку у меня папа был пианист, поэтому с самого раннего детства у меня все-таки первым инструментом было фортепиано, и потом, спустя два года, я учился уже с третьего класса, наверное, по двум специальностям. Я отучился четыре года по двум специальностям, и уже когда перешел в Дарзене, я выбрал специальность скрипку, и у меня дальше фортепиано уже только как обязательный инструмент. момент, но сейчас, вот в связи с последними событиями, то что я очень мало играю на скрипке в связи со здоровьем, вот, я немного опять… А почему мало играете? А с проблемами со здоровьем, у меня и академический год сейчас, вот… Тем не менее, вы играете на скрипке на концерте и возглавляете… Тем не менее, тем не менее, Даник очень попросил… Я его не отпущу… Да, когда, когда вот у меня начались проблемы, я отказался от всех концертов, я ушел полностью, положил скрипку на шкаф и не доставал ее, поэтому я немного больше начал заниматься на фортепиано, поскольку для меня это было менее болезненно. Вот, и когда Даник потом говорит, ну все равно концерт будет, и вот хочешь, не хочешь, но ты играть должен, и ты будешь там концертмейстером сидеть. Я говорю, слушай, ну ладно, с одной стороны, это и ответственность, с другой стороны, это и в форме ты должен быть, ты же не можешь просто так вот. Ну ничего, за несколько репетиций мы там все это сделали. Молодцы. Можно сказать, что Данил как раз вундеркинд. С каких лет вы начали играть, вы говорите, что начали на скрипке вы играть раньше, чем говорите? Нет, нет, не все так криминально. На скрипке я начал играть в возрасте пяти лет, как очень многие музыканты, и тоже, тоже поначалу, когда я начал учиться в Москве, в Центральной музыкальной школе, как, я параллельно учился вначале в Пардауговской музыкальной школе и в Москве, потом уже на первый класс я пришел в Дарзене к Нелле Саркисян. Ну вот, когда я в России параллельно с Ригой учился, мне тоже предлагали, чтобы я перешел на рояль как на основной инструмент. Говорили, бросай скрипку, не надо, но все-таки как-то я решил остаться на струнном инструменте, не на рояле, и, наверное, сделал правильный выбор. Ну, во всяком случае, скрипичный мир Латвии много бы потерял, если бы ты не остался бы. По крайней мере, мы не услышали бы этот прекрасный концерт, который был совсем недавно в Большой Гильдии. Сейчас вы продолжаете учиться в Дарзене, да, у Нелли Саркисян? Да, сейчас заканчиваю второй курс и еще один год. А потом? Какие планы? Если можно о них рассказывать? Честно, честно, не знаю. Вообще не очень, я не из тех людей, которые рассказывают какие-то планы, потому что я не очень люблю строить какие-то очень грандиозные планы на большое будущее. Но вначале надо закончить с Дарзеней, потом уже увидеть. Уже думать. Ну, конечно, почему я спрашиваю, очень многие выдающиеся музыканты Латвии, особенно молодые, стараются уехать за пределы страны, учиться дальше в той же Германии, и Швейцарии, и Франции, и Великобритании. И, конечно, единицы возвращаются, а скорее никто и не возвращается. И поэтому, как жители Латвии, мне интересно, останетесь ли вы здесь или будете так приезжать один раз в год сыграть концерт? Не знаю, не знаю. Трудно сейчас об этом говорить, потому что еще полтора года впереди. С последними событиями мы не знаем, что будет через месяц, особенно, что будет через полтора года. Из-за этого я пока что не знаю, где я буду продолжать свою учебу, но то, что я буду часто возвращаться в Латвию, это точно. Андрей, как вы связываете свою жизнь с Латвией? Ну, я не уехал после Дарзеней, я продолжил учиться у сына моей учительницы, у Георга Саркисяна. И, кажется, еще у второго педагога, да, вы учитесь? У Георга Саркисяна, который сейчас концертмейстер нашего национального оркестра, и у завкафедры нашей академии, у Терезы и ее без либерты. Да, и вы как раз один из уникальных претендентов, когда один студент учится сразу у двух педагогов. Да, вот я вот так вот выбрал, что буду учиться у двух педагогов, и после этого сейчас еще, по-моему, двое студентов учатся по моей схеме у этих же педагогов. Причем Арина Бордова, которая рядом со мной сидела вот на этом концерте за первым пультом. И сейчас еще новая студентка. Кстати, на вашем концерте еще была гениальная альтистка. Кто эта девушка? Это Санта Цирцена, она закончила тоже нашу дарзинскую школу. Сейчас она учится в Берлине, если да, она в Берлине сейчас учится. И согласен, что она очень-очень высокого уровня музыкант. И я очень рад, что у меня получилось ее привезти в Латвию, потому что мы тоже с ней очень давно уже дружим, но все-таки, когда все на месте уже, один учится далеко за границей, это сразу же другие проблемы возникают. Ну, по крайней мере, порепетировать. Репетировать, привезти, насколько, допустим, музыкант может приехать. Но я рад, что Санта смогла приехать, потому что она очень много чего нам дала. Ну, это очень чувствовалось в секстете, да, то есть это действительно было, меня порадовало. Часто, конечно, очень много существует, большинство анекдотов как раз именно про альтистов, да, начиная от того, что это неудавшиеся скрипачи, вот, и заканчивая самыми даже пошлыми анекдотами. И, конечно, когда слышишь великолепную игру альтистов, то радуешься, и действительно это очень было ярко и достойно. И ваш секстет действительно, меня очень порадовали, да, то есть начиная особенно со второй части до финала, это было очень сильно и ярко. Но, в принципе, секстет это и сложно выстроить и по форме, и репетиции. Все-таки это не дуэт собраться вдвоем, и это не оркестр, где можно все-таки спрятаться за спиндеру своего товарища. Да, это да, вообще Чайковский, именно этот секстет Чайковского считается одним из самых трудных секстетов, актетов, то есть именно струнной и камерной музыки. И вот, когда я выбирал программу, я как-то замахнулся. Да-да-да. Замахнулся слишком сильно, но... И нас при этом он не слушал, когда мы говорили, что вообще-то... Игра стоила свеч. Дорогие друзья, прервемся на небольшую паузу. У нас в гостях Даниил Булаев, Андрей Егоров, и не отключайтесь, Радио Болтком, культурная среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжаем нашу передачу «Культурная среда». У нас в гостях молодые скрипачи Даниил Трифонов. Господи, Даниил Трифонов, это пианист Даниил Булаев. У меня сегодня сплошные оговорки, я прошу прощения. Но я желаю Даниилу Булаев такой же известности по всему миру. Да, и скрипач-пианист Андрей Егоров, сейчас я не ошиблась. И мы обсуждали замечательный концерт, который был в Большой Гильдии с интереснейшей программой. И как я поняла, что именно эта программа будет затем у вас повторена в Таллине и в Динтере. Нет, в Динтере у нас будет другая программа, но 1 июля мы поедем в Таллин с этой же программой. И 2 августа планируется у нас большой концерт в Большом зале Динтере в Юрмале. Билетов пока что нет в продаже, но... Скоро будут? Мы надеемся, что они скоро появятся. И там в программе у нас будет в первой части Мондельсона актет. И во второй части мы напомним латвийской публике о программе «Восемь времен года». Это времена года Вивальди и Пьетцоллы, которая последний раз у нас звучала, если я не ошибаюсь, 25 лет назад, когда Гидон Кремер только основал свою Кремерату Балтика. И они как раз играли программу «Восемь времен года». И вот сейчас, спустя много лет, мы повторим эту программу. Потрясающе. Вам бы еще туда включить цикл «Времена года» Чайковского, да? Только с переложением. Только с переложением, действительно. Но очень ярко, кстати, я когда была на вашем концерте в гильдии, я думаю, почему Пьетцолла, почему не Вивальди? Вот теперь ответ. Вивальди будет в Динтере в августе. И тот же самый состав, да, ваш оркестр. Расскажите, как вы его создавали, кто участники? Ну, вообще, участники всего этого оркестра Девинспира Кремерата – это юные, молодые, талантливые музыканты нашей страны, которые еще или заканчивают школу, или уже учатся в академиях. И людей немного, но, скажем так, это не мешает, и из-за этого не появляются проблемы, то что или мало звука, да, или не хватает людей. Ну, достаточно большой состав, я не могу сказать, что у вас мало звука. Во-вторых, два альта, две виолончели, один контрабас. Но вот, по моему мнению, это одни из самых талантливых молодых музыкантов нашей страны. Ну, и виолончели тоже у вас был очень яркий, наверное, стоит назвать имя. Да, Максим Скибицкий, он год назад, прошлым летом, выступал на большом концерте с латвийским национальным симфоническим «Дзимаши Латвия», который проходит каждый год, и он тоже очень-очень талантливый, подающий надежды, велончелист, который как раз со мной на одном курсе в Дарзене сейчас учится. Ну, и этот состав, скажем так, основа, фундамент всему нашему этому большому проекту, который мы надеемся, что он будет жить, он будет жить долго и красочно. Ну, фактически, костяк оркестра – это ваши друзья? Да, да, друзья, коллеги по цеху, если можно так сказать. И еще раз повторюсь, одни из самых талантливых музыкантов нашей страны. Говорят, что вы не только талантливый скрипач, но еще и талантливый организатор. Вы сами все это делаете, или у вас есть помощники? Ну, скажем так, идея организовать большой, такой большой масштабный концерт в гильдии – это была моя идея. Да, конечно же, большое спасибо моей маме, которая помогала чисто организационные моменты контролировать. И Ката Эрхалде, которая связывалась с медиями, связывалась с другими организаторами, которые именно из гильдии, помогала все это, скажем так, все это держать в поле зрения. Потому что один я бы не справился. И у меня была главная задача – это поднять программу, собрать музыкантов, чтобы все это было на уровне. Из этого без помощников никуда. Конечно. Многие выдающиеся музыканты очень мало занимаются. Есть, конечно, которые в основном занимаются много часов. Вы много занимаетесь? Я занимаюсь немного, говорю честно. На практику, именно на игру, на инструменте у меня уходит не больше трех часов в день. Но это также… это зависит от музыканта, сколько кому нужно. Да. То есть, допустим, Давид Федорович Уэйстрах тоже не занимался больше двух часов в день. И указал, что это достаточно и даже много. Ему это было достаточно, да. Нет, ну я занимаюсь… Теперь и рояль, и скрипка, да, все вместе. Ну сейчас у меня все-таки график немного поменьше, и поэтому я могу немножко отдохнуть. Да и мне не стоит сейчас много заниматься. Вот, но понятное дело, я занимаюсь довольно много, потому что я не настолько одарен. Ну много, сколько примерно. Ну в день я могу и по пять часов, и по шесть заниматься. Это как известный пианист Лев Аборин, когда надо было участвовать в конкурсе Шопена, и прислали очень поздно репертуар, буквально за месяц. И он рассказывал потом своим студентам, вы представляете, мне приходилось заниматься аж по четыре часа каждый день. Нет, ну мы же говорим, если вот о часах, да, то все равно они накапливаются, потому что репетиция оркестра, которая длится три часа, да, ты все равно практически все это время в процессе. Или там камерной музыки. Даник хоть может быть сольный и не занимается так много, но он с репетиции на репетицию бежит, потому что у него там одновременно каких-то шесть проектов, и вот целый день это беготня по разным репертуарам, по составам, по даже иногда сменам инструментов. Так что это все равно накапливается, и там под конец дня, понятное дело, уже там может и за восемь часов. Ну, кстати, меня очень радует даже ваша программа, которая будет 2 августа, это опять новое произведение в камерной музыке, которое очень редко звучит в Латвии. То есть это целенаправленно, вы знакомите... Да, это, понимаете, есть очень большое число репертуара, которые играют постоянно или очень часто, да, но особенно у нас в Латвии забывают, забывают или не играют, потому что на это нужно много репетиций, да, то есть это трудно, или просто... Ну, просто состав даже, актет. Да, или не могут собрать состав, да, то есть там очень много аспектов, которые нужно продумать, чтобы это было на уровне, потому что брать такие произведения, как Чайковский сувенир, Мандельсон, актет их... Если ты понимаешь, что тебе может не хватить репетиций, если кто-то из состава может не прийти, да, и заболеть, или еще что-то у тебя нет замены, то это все очень-очень рискованно, потому что если ты берешься за такие произведения, по моему мнению, то тебе их нужно поднять на уровень, особенно, когда их так редко играют у нас. Из-за этого я сам бы не сказал то, что у нас было... Что мы репетировали в очень спокойном режиме, то, что мы знали, мы успеем, все будет в порядке. Нет, мы поняли то, что у нас не настолько много времени, мы очень с холодной головой приходили на репетицию, четко делали то, что нам нужно, и успели, успели, подготовились, но... А есть ли желание, вот, например, это действительно воспоминание о Флоренции, Чайковского, крайне сложное произведение, и жалко его просто взять и отложить. Хорошо, вы сыграете 2 августа, но даже до 2 августа очень много времени, а вы как раз не будете 2-го, вы будете 1-го, да. Но все равно, есть ли возможность сыграть его в других городах Латвии, познакомить с этим инструментом? Конечно, да, мы с большим удовольствием будем искать возможности играть по Латвии, выезжать в другие страны Балтии или Европы. Но, допустим, в Риге такую же программу мы уже не хотим повторять. А почему? Ведь не сказать, что, да, большая гильдия, был полный зал, но, тем не менее, это не все рижане послушали. Так же, как Антонио Гивальди можно слушать, наверное, каждый месяц, чем и пользуются организаторы, да, и тем не менее, почему нельзя сыграть воспоминания Флоренции еще раз в Риге? Отлично, через какое-то время мы это обязательно сделаем. Через лет 10? Нет, в настолько дальний угол для Риги мы это, скорее всего, не будем откладывать. Но все равно, к счастью или к сожалению, у каждого города есть какое-то определенное число людей, которые ходят в тот концертный зал, в тот концертный зал или просто на... Как вы оцениваете вообще классическую музыку, вот ее жизнь в Латвии, и как ходят слушатели? И вот есть у вас какие-то соображения? Потому что вы совершенно другое поколение, и вот интересно ваше видение. Вот, наверное, Андрей может немного поделить своими рассуждениями. Нет, ну всегда хочется, чтобы полные залы были, овации и так далее. Не всегда это получается. Ну полные залы и овации, это немножко разное, да? Полный зал — это организатор, а овации — это музыканты, да? То, как вы сыграли. Музыканты на сцене все равно приятные. И когда и овации, и полный зал. Вот, но другое дело уже, как публика, да, реагирует на это все. И это часто видно, и я много играю в национальном оркестре, и разные программы принимаются по-разному, разные дирижеры. Как это все... Вот разные дирижеры приезжают, вроде бы коллектив один, а играют по-разному. То есть это тоже влияет. Но, не знаю, хотелось бы на самом деле видеть больше молодой публики в залах. Мало все-таки молодежи посещают эти концерты классической музыки именно. А есть какие-то предположения, как можно было бы привлечь молодую аудиторию на концерт классической музыки? Ну, это... Это очень трудный вопрос. Мы очень много зданий, которые обсуждают. Да, это трудно, потому что, к сожалению... Вы же сами молодые. Где та аудитория? Ну, понимаете, мы молодые, но мы уже... Вы музыканты. Да, мы с самого раннего возраста, мы уже в классической музыке, да? А большое число молодежи, оно не в ней, к сожалению. И очень много подростков и молодой публики думают, что классическая музыка – это просто скучно. Ну, вот как раз для этого ваше включение, да, Астер Пьет Солы, для того, чтобы было... Ну, это да, но они также думают, что Пьет Солы – это тоже скучно. Ну, конечно, кто-то говорит, как вы можете играть, пить Солы? Нет, ну, у нас довольно консервативная профессия, мне так кажется. И мы с Даником тоже по мышлению немного другие, то есть нам иногда тоже трудно понять, там, современно... Современная молодежь, да? Да, да, Даник моложе меня, да, мне ещё труднее, наверное. Да. Вот, ну, а как привлечь? На самом деле радует, когда вот у меня были и проекты, когда я и в обычных школах играл, и когда классическая музыка задевает, кому-то очень нравится, кто-то там подходит, говорит, как это было здорово, как интересно, как красиво. Это очень приятно именно вот из-за того, что такой молодой публики мы мало видим и играем. И главное, чтобы они тоже пытались развиваться, ходить на концерты, и им это доставляло удовольствие. А, кстати, вы сами ходите на концерты? Да, я периодически посещаю достаточно часто концерты, потому что это тоже неотъемлемая часть музыканта, слушать, как играют другие, для тебя что-то новое находить, да, новый репертуар. И если только ты будешь, если ты только на сцене, а сам не ходишь к своим коллегам, да, на концерты, то это, скажу так, это тоже неотъемлемая часть учёбы в музыке. Это то же самое, как и у нас важно не только часы, которые ты с инструментом проводишь, а важно также, допустим, просто взять ноты с записью, посмотреть, что он написал в эти ноты, потому что когда ты не играешь, но или слушаешь запись с нотами, или просто анализируешь партитуру, то это иногда может дать намного больше, чем просто ты учишь свою партию, занимаешься и так далее, или даже репетируешь полным составом. То есть именно учёба в нашей профессии – это сочетание очень многих пунктов, которые, если какой-то из них выпадает, то ты можешь, вроде как маленький уголок, но за этим уголком может быть очень много мыслей, возможностей, и их нельзя пропустить. – Вот хотела вернуться ещё к вашему оркестру, который вы совсем недавно организовали. Фактически вы пошли по пути Гидона Кремера, правильно? То есть оркестр без дирижёра. – Да, да. Просто Гидон Маркусович это сделал чуть более сознательно в возрасте, чем я. Да, потому что Кремерат в этом году празднует 25-летие. Но я с этой мыслью уже жил долго, скажу честно, и, в конце концов, не важен возраст, в котором ты это делаешь. Важно качество и важно, чтобы это всё получалось, продолжалось. – А всё-таки эта функция дирижёра, она же достаточно важна в оркестре, даже в камерном. Получается, на ком она держится? Вот на вас, как на солисте, когда вы играете с Крипичной, или вот на концертмейстере Андрея Егорова? – Это держится на всех. Это держится на каждом музыканте из оркестра, потому что если ты музыцируешь вместе со всеми, у тебя есть контакт во время игры, у тебя есть контакт с каждым из музыкантов, то дирижёр попросту он не нужен, потому что ты смотришь друг на друга, ты музыцируешь вместе, у тебя дыхание музыки сливается с другими музыкантами, и дирижёр просто не нужен. И из-за этого я также очень рада, что мы все из оркестра, мы все друзья хорошие, знакомые И нет такого, что кто-то, допустим, только смотрит в ноты От всего остального коллектива чуть-чуть в стороне А мы все дружим, мы все очень хорошо общаемся И из-за этого на сцене происходит то же самое Мы общаемся просто без слов музыкой Да, это видно, постоянные взгляды, постоянные кивки Да, это действительно очень радует, видно, что это живой организм И это, знаете, напоминает даже те времена, когда не было телевизора Даже времена Игана Себастьяна Бах, когда они всей семьей своей музыкальной собирались на музицировании И можно представить себе так, что один играет на виоле де гамбо, как сейчас это виолончели на скрипке И действительно не было дирижёра, и они вот так вот, глядя друг другу в глаза, начинали вместе играть На вашем концерте был досадный случай, да? То есть вот это страх каждого музыканта, когда он играет по нотам и переворачивается, потерялись ноты Блестяще вы абсолютно выкрутились, но вот интересный этот психологический фактор А это вы имеете в виду по поводу пьет соло Да, да Поэтому это не потерялись, это была заготовка А, то есть и так здесь было Да, это была замечательная заготовка, о которой не знал никто из оркестра Да, то есть нет, но это не потерялись Первую секунду мы испугались, конечно, потому что меня лично никто не предупредил перед концертом, что такое будет Да Вот, и первую секунду, конечно, страх, да, там пот потёк Ну, потом уже на третью секунду, ну, мы поняли, что там, конечно, там всё в порядке То есть это был просто сюрприз для всех Да Да, сюрприз от Даниила Булаева Потому что это так же, какую бы музыку ты ни играл, тебе так же нужно держать контакт с публикой Тебе нужно как-то стараться общаться, переглядываться, общаться Если есть возможность разговаривать между произведениями с публикой, да И, ну, вот, я решил... Таким образом пообщаться Да Ну, конечно, когда страна многонациональная, трудно пообщаться на каком-то одном языке Да, то есть я имею в виду ступительное слово какое-то, рассказать о произведении Потому что это или говорить на двух языках, или только на одном А музыка, это, конечно, интернациональная, её понимают во всех странах мира Это наш общий язык, который для каждого из нас очень важен, да Есть какое-то... Вот я понимаю, что у вас есть у обоих пристрастие к камерной музыке И мы, Рижане, будем теперь периодически слушать новые произведения Есть что-то ещё в плане, вот, например, помимо этого актета Мендельсона То, что мы в ближайшее время услышим? Ну, трудно сказать, трудно сказать, потому что камерная музыка, она очень обширная Там огромное количество составов У каждого состава огромное количество фантастического репертуара, которые также не играют И это всё зависит от программы, от места Но я лично как раз во время ковида я очень погрузился в камерную музыку Именно в камерную, да? Да, потому что было время послушать, посмотреть, поискать что-то своё И будем надеяться, что теперь в Латвии будет чуть больше именно непопулярной классической камерной музыки А разве здесь есть популярная классическая музыка? Вот я прожила здесь 9 лет, и я не могу сказать, что кроме исполнения национальной латвийской музыки, что здесь популярно? Нет, ну, я именно не про произведения, я сейчас именно про составы То есть у нас в Латвии очень много фортепианного трио У нас очень много струнных квартетов Много? Ну, по меркам Латвии По меркам Латвии, да Но, допустим, у нас нет фортепианного квинтета, у нас экстетов, актетов нет Да, и я очень надеюсь, что у нас получится больше играть именно музыку Вот такие большие составы расширения Да, именно музыку для таких составов, которые очень редко у нас играют или даже вообще не играют Ну, как раз вот ваш оркестр, назовите ещё раз нашим слушателям название Да, Вин Спиро Камерат Да, и как раз вот художественный руководитель, можно, да, всё-таки так назвать вас, Даниил Булаев, да И вот будет нас Рижан радовать новыми камерными программами Дорогие друзья, совсем скоро наша передача закончится, осталось буквально три минутки Мне интересно, что бы вы посоветовали вот сейчас сразу после эфира послушать слушателям из классической музыки Вот Даниил или кто начнёт Андрей Вот каждый от вас, от каждого по одному произведению Актет Мендельсона был бы хороший реклам Но пока не в вашем исполнении Пока не в нашем, да Ну, хорошо, значит, Андрей Егоров, скрипач-пианист, рекомендует послушать актет Мендельсона, который прозвучит 2 августа И в дзинтере А, Даниил, что вы посоветуете? Трудный вопрос Трудный вопрос С такого огромного репертуара выбрать одно произведение Да, именно одно Ну, давайте, я не буду очень оригинален С экстет Чайковского сувенира с Флоренцией Прекрасно, прекрасно Смотрите, это именно те два произведения, которые в ближайшее время прозвучат в вашем составе Это очень интересно Как вот происходит коммуникация? Мне просто интересно Вот именно как главный скрипач и тоже очень яркий исполнитель, скрипач-концертмейстер И вот это вот, нет ли какой-то конкуренции внутренней? Или действительно такая вот большая дружба? Ну, по моему мнению, конкуренции вообще нет Потому что мы все, не только мы с Андрюшей И также каждый музыкант из оркестра предлагает какую-то свою маленькую нотку в интерпретации По поводу штрихов Мы все вместе это обсуждаем То есть нет ни такой диктатуры, действительно такое свободное творчество? Нет, нет, да И это я ни в коем случае не хочу, чтобы эта диктатура приходила к нам Потому что очень важно, чтобы каждый высказывал свое мнение Чтобы все вместе музыцировали Чтобы никого не заставляли играть такую интерпретацию В которую он сам не верит Которая ему самому не нравится И иначе просто это все музыцирование Этот весь контакт, он просто может пропасть И именно благодаря этому создается вот это ощущение живого организма Живой музыки Что ты присутствуешь на рождении чего-то прекрасного То, что я ощутила на концерте в Большой Гильдии И, конечно, очень рекомендую всем рижанам прийти 2 августа А может быть и поехать в Таллин 1 июля Это так, рядом Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях были молодые выдающиеся музыканты Даниил Булаев, Андрей Егоров До новых встреч в эфире И, конечно, ходите на концерты классической музыки До свидания До свидания